Всем добрый вечер! Приветствую вас, мои дорогие друзья, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на новое видео близким шепотом! И сегодня будет листалочка журнала «Пятое колесо». Давно не было журналов с автомобилями, поэтому решила, что пора. Учитывая, что многие любят именно подобный формат, поэтому устраивайтесь поудобнее, приятного вам просмотра! И прежде чем начать, как всегда, приглашаю вас на свой канал на Бусти, где видео выходят два раза в неделю различного формата, и тихим голосом, и шепотом, и болталочке, и много-много всего. Канал платный, но совсем недорогой, поэтому добро пожаловать, если вам интересно, или же вы просто хотите меня поддержать. Ну и, конечно, все видео с Ютуба я теперь дублирую на другие площадки. Это Яндекс.Сцен, Рутуб и ВКонтакте. Поэтому, если у вас проблемы с Ютубчиком, то можете смотреть видео именно там, где вам больше удобно. Я обновила кисточку, купила несколько штучек. Мне очень нравится, как они звучат, поэтому сегодня я буду с ней. Итак, сегодня мы листаем журнал с автомобилями. Я его немножко посмотрела, но, да, все заполонили китайцы. Такова нынешняя реальность, хотим мы этого или нет. Мне казалось, что я этот журнальчик покупала совсем недавно. Но я сразу взяла 5 или 6 штучек, но и вот только сейчас дошла до вот этого. И смотрю, что он оказывается аж за июнь 2024 года. Так, G-A-C-G-S-3. Молодая гвардия. Так, Сузоки. Петерверный неравный бой. Сревнение. Вот это вот что такое ошибка или что-то специально неинтересно сделали. Так, здесь у нас этот хабал или хабыл, не чёрный квартат. И, кстати, вот эти вот G-A-C-G-U. Я не знаю, как правильно читаются. Буду читать, как могу. Потому что, если честно, сложно всех их запомнить и понять, как правильно. Но именно вот эти G-A-C-G-U очень-очень, между прочим, симпатичные. Так, ну и начинаем мы с китайской марки. G-A-I-Y-I-X. Ну, наверное, это 7. Новый, новый флагманский кроссовер. Воплощение вашей энергии. Ну, на вид смотришь, вроде бы даже симпатичные они. Мне кажется, на моду немножечко похожи. Хотя, пожалуй, они все между собой как-то похожи. Но стоит отдать должное. По мне, так симпатичный. Отличный. Так, трактор. Создан для путешествий. Drive your future. Управляй на будущее. Так. Четыре разных. Ваш правильный выбор. Правильный выбор. Ваш правильный выбор. D-E-L-E-S-I-S. Больше впечатлений вместе. Полный модельный ряд техники на SCF-мотто. Молодая гвардия. В Россию приехал новый компактный кроссовер Jack GS3. Главной целевой аудитории новинки в компании Jack Motor видят молодежь. По мне так, самый удачный формат автомобиля это компактный кроссовер. Но для меня, чтобы он был не очень большой, не такой вот танк огромный, что не припарковаться, вообще нигде не проехать. А именно, такой не очень большой и высокий, чтобы можно было заезжать на бордюры. Конечно же не бояться каких-то ям, которых, если честно, достаточно в Петербурге, на дорогах. По мне это очень-очень симпатичная модель. И внутри очень классно сделано. Очень честно, мне нравится вот этот синий-черный выбор дизайнера. Очень классно. Кожаный. Ну и синий цвет автомобиля я тоже люблю. Выглядит красиво. Сзади тоже очень симпатичный. В целом все на уровне. Так, только тут не пишут про цены, что почем. По пекинскому времени. От униторажников до мотоциклов. В Пекине много дорогих немецких машин. Здесь можно встретить аудиоборс, который вы не найдете в самой Германии. Вообще у нас, конечно, все дороги просто усыпаны китайцами. Я уже даже, ну, не могу их не то чтобы отличать, но очень много каких-то новых названий появляется. То есть, если мы уже привыкли к тому же там Эксиду, кто там отдыхавил, то иногда это бывают совсем новые для меня названия. Так, в гармонии с собой и автомобилями. Ну вот тоже, кстати, довольно таки симпатичный. Так, не черный квадрат, а ВЛА-4. Цена от 2 миллионов 600 тысяч в продаже 24 года. И если полотно черный квадрат до сих пор вызывает бурю эмоций от восхищения до полного неприятия, то решенный дизайнерами Great Wall Motor в квадратном стиле. Новый ХВЛ H3 с большей долей вероятности завоюет сердца многих потенциальных покупателей. Кстати, галактический черный в цветовой гамме новинки присутствует, но и он противоречивых ощущений не вызывает. Но он немножко напоминает знаменитый гелик, и мне кажется поэтому пользуется популярностью в целом вот этих подобных, подобного кузова много на дорогах тоже. Так, салон выполнен строгих тонах и отделан хорошими материалами. Водительское и пассажирское сиденье получили удлиненные подушки. Приборная панель снабжена антифликовым покрытием. Ну симпатично, ничего не скажешь. Чёрно-красный стиль выдержан. Но мне не нравится. Вообще, неделики вот эти не нравятся чёрные. И вообще подобный формат квадратных автомобилей мне не очень по душе. Тут дело, конечно же, исключительно вкуса. Наверное, не просто так. Они завоевали сердца очень многих людей. Так, что их так любят и это считается очень престижно и действительно в другом автомобиле. На БМП похож. Я как-то листала или, честно, сначала подумала, что это БХ. Билет в бизнес-класс IQJ8. Цена 4 400 000. Продажа с апреля 2024 года. Вас когда-нибудь встречали на автомобиле на лётном поле аэродрома? Комфорт доступный разве что владельцам частных самолётов и представителям правительственной делегации. Компания Чайку с первых минут пребывания в АТГ решила задать тон тест-трайву нового GPS. Ну здесь и правда такой бизнес-класс внутри. Очень всё стильно. Очень всё так серьёзно. Ну и мне кажется всё таки симпатично. Так, ну это всё про него. Вот он получается сзади. Но ничего особенного. Почти все китайцы положили своим задним видом. Ну и здоровый он, конечно, достаточно длинный кузов. Но, как я уже сказала, я большие автомобили не очень люблю, круто. Так, это у нас что вообще? Я космос-приём. Evolute Ice Space цена 3 миллиона 300 тысяч. Полётами в космос сегодня уже никого не удивишь. Любой желающий с лишними деньгами и отменным здоровьем может себе это позволить. Компания Evolute решила прикоснуться к вечности по-своему, представив на день космонавтики новый гибридный кроссовер с говорящим названием Ice Space. Так, ну сзади вроде бы ничего. Я так понимаю, это наш автомобиль. Но спереди бардашка, не знаю, спорная, как мне кажется. Так, бежевый солончик. Хотя вот этот чудо вроде бы ничего, но всё равно эффекта вау не вызывает. Но опять же, конечно же, всё субъективно. Хотя вот сбоку вроде бы прям ничего такой. Но мне кажется, бежевого слишком много. Прям чуть-чур. Нужно чуть-чуть комбинировать с чёрным, тогда будет более как-то гармонично смотреться. Но опять же, конечно же, на любителя всё. Больше, чем просто пикап. Но красавчик, просто красавчик притягивает взгляд. Большой, мощный, эффектный автомобиль. На дорогах смотрится просто, ну вот, прям вызывающе, я бы сказала. Цена от 3 миллионов 400 тысяч в 1924 года. Вейкапы сегмент очень специфический. Покупка маленького грузовичка должна быть условлена вполне конкретными причинами. Во всяком случае, лично я до недавнего времени был в этом абсолютно убежден. JackD9, флагман сегмент китайской компании, составил признать этот факт не столь очевидным. Вообще, спору нет, просто красавчик. Очень эффектный, очень красивый. Так, в интерьере очень понравился архитектурный минимализм при наличии всего, что необходимо. И есть выбор графики приборной панели, сиденья как в премиальном внедорожнике. Все очень строго, лаконично, минималистично. Да, красивые вот эти машины, здоровые пикапы. Мне нравится. Но я бы на таком не ездила. Согласилась бы побыть пассажиром, чтобы меня покатали. Но сама слишком для меня огромный. Сузуки Джимни Пайп Дворс. Цена 4 миллиона 300 тысяч. Кто же не знает, Джимни, это маленький гигант большого обесторожья вне асфальта, способен на настоящие подвиги. Правда, салон тесноватый, а багажника, считай, вовсе нет. Вот японцы решили добавить жизненного пространства, растянув модель на 34 сантиметра в длину. Сузуки Огромный современный дисплей медиасистемы безусловно угрозил, нарочитопитальный интерьер Джимни. А вот к разнесенным кнопкам электростеклоподъемника водителю придется привыкнуть, привыкать. Кнопками. Кнопками. Ну, тоже, наверное, на любителя такие формы. Острые. Очень такие срезанные. Верно, многие любят мания. Неравный бой. Джедур. И кто у нас? Танк 3000. О! Джедур Ти-2. Танк 300. Танк или Танк. Так, первый стоит 4 миллиона округлила и второй 4 миллиона восемьсот тысяч. Как можно сравнивать рамный внедорожник с понижайкой и обычный кроссовер? Если честно, я до сих пор не знаю ответа на этот, казалось бы, логичный вопрос. Однако это не помешало нам провести сравнительный тест и получить измалипопутные выводы. Ну, вот этот мне как-то больше нравится, как-то он мне ближе, чем вот этот с такими круглыми глазками. Так, ну тут идут сравнения. Мы с вами не будем читать. Посмотрим картинки. Как обстоят дела внутри. Так, здесь у нас бежевый салон в Джедуре. Очень интересный руль, форма такая необычная. Огромный дисплей. Помогает. Так, бежевый салончик, сказала я или нет. Так, и Танк. Ну здесь какая-то больше классика. Все в черном цвете, но тоже неплохо. Так. По всем направлениям Джедур места больше. Однако их там вполне можно путешествовать сзади, но лучше вдвоем. Банк данных. Финальный рейтинг 9 и 9. Вождение 9 баллов у обоих. В салон 8 у обоих. Конфорт 9. Безопасность 10. То есть абсолютно одинаковые. Вердикт. Разработчики Джедур Ти 2 постарались выжать максимум проходимости кроссовера. А инженеры Танк 300 напротив сделают внедорожник максимально комфортным об городе. И то и другое удалось достаточно хорошо. И соперницы действительно очень близки. Так что выбор между ними скорее идеологический. Так. Китайский турист Джедур X70. Ну тоже, как мне кажется, похож на BMW. Не знаю, то ли Farmy, то ли чем. Именно на новенькие. Вообще вот эти вот Джедуры очень много красивых, привлекают внимание. Они, как мне кажется, немножко выделяются из всех китайцев. Симпатичные. Какой салон. Они практичные. Бешевые с белым. Быстренько заляпаются. Так. Китай Джедур X70 продается с 2018 года. Пару лет назад эту модель обновили. После чего она получила новый салон и придавку плюсов в названии. Но в ближайшие два года, если не раньше, этот кроссовер скорее всего снимут с конвейера. И знаете, нам его будет немного жаль. Салон. Хотя сзади, как все китайцы, даже бы не поняла, что за машина. Так. Это у нас кто? Джилли Атлас. Три миллиона сто сорок пять тысяч. Классический Джилли с приставкой Бро. Сейчас, наверное, одна из самых старых моделей на рынке. Если, конечно, не учитывать продукты Эллад. Но в то же время он неплохо продается. Например, в прошлом году реализовано семнадцать с половиной тысяч рублей. Да и на дорогах этих машин много, как в частных руках, так и в такси. Так что снимать ее с производства рано. Ну и обновление необходимо. И вот, Джилли выпустила новый Атлас, но при этом сохранила старый. Решение не очень типичное, но в данной ситуации правильное. Классический черный салончик. Вот. Тут сзади немножко отличается от других китайцев. Хонгки. Хонгки. Не знаю. H9. Это тянется в небе. Тоже какой-то бизнес-класс. Почти восемь миллионов продаж с 23-го. года. Китайский премиум. Такое вообще возможно. Оно чем-то семь раз услышать. Лучше один раз увидеть самому. И пощупать, и понюхать, и поездить. Пригласив в качестве экспертов тех, для кого, собственно, песня писалась. Вот такой вот. Все супер-рыжее внутри. Ну да. Выглядит все как бизнес-класс, как премиум. Очень так дорого-богато. Ну красивенький, симпатично смотрится. Китайцы, конечно, да. Заполонили. Крутоциклы. Прекрасное, далеко. Ну кажется, мы будем сейчас заканчивать, потому что закончились автомобили кросса XS800N. Так, восемьсот тысяч. Прошли времена, когда китайские производители мотоциклов ограничивались 150-кубовыми моторами. Теперь они достигли литрового уровня, а некоторые даже пережагнули его. Так, это у нас что? Теперь китайские мотоциклы пошли, да? Я правильно не понимаю. Так, ну, я думаю, на этом у нас все. Уже дошелести странички. Надеюсь, что это видео смогло вас как-то успокоить, отвлечь, расслабить. Так. Ну, теперь по плану следующее видео журнала будет жвачкой. В комментариях очень много пишут про жвачку, но я посмотрела, что последняя листалочка была именно жвачкой, поэтому сейчас решила сделать без нее в следующий раз уже будет жвачка. На удивление народ как-то делится 50 на 50. Поэтому не могу игнорировать сей факт. Конечно же буду снимать по-моему по-моему даже по просмотрам с жвачкой как-то их больше. Но не меньше точно. ну что, друзья, спасибо вам за просмотр. Спасибо за добрые слова. если вам не жалко ставьте лайки пишите комментарии это помогает немножечко раскручивать канал и до скорых встреч. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...